Уважаемые коллеги, мы начинаем нашу заключительную фазу нашей сегодняшней работы. Называем мы ее экспертный совет. Мы хотим с вами, с экспертами, держать совет, посоветоваться, как жить дальше после того, что мы сегодня обсудили. Прошу занимать места. У меня просьба. Здесь за стол, рядом со мной, сесть представителям других дискуссионных площадок. Амина Рамазановна, пожалуйста, сюда. Сергей Евгеньевич Клейн. Конзин Филиппович Гаврилов. Пожалуйста, сюда тоже подтяните стулья. Присаживайтесь. И садитесь поближе. Подтягивайтесь. Не раздали? Вот кому-то не досталось материалов. Здесь есть еще небольшой излишек. Пожалуйста, можете воспользоваться. Воспользоваться, пожалуйста. Пожалуйста. Это первая книжка. Я думаю, будет вторая, более полная. Можем сделать, когда дополнить ее. У меня предложение по организации нашей работы сейчас. Все у нас здесь за столом присутствуют. Мы заслушаем представителей трех круглых столов. Их такое обзорное сообщение о проделанной работе. Очень жаль, что мне не удалось побывать сразу на всех трех площадках. Но это невозможно, к сожалению. Да вот сейчас мы, наверное, как-то попробуем услышать, какие итоги этих дискуссий. Как их можно отразить. Если у нас есть спикеры, не все у нас здесь до конца доработали до нашего финала. Кроме этого, есть модераторы в секциях. Я думаю, что они с общими усилиями отразят работу. Кроме этого, мы предполагаем, что у нас должен родиться документ под названием «Решение конференции» или «Проект решения конференции», а еще мягче, скажем, «Предложение в проект решения конференции». Мы здесь можем озвучить с тем, чтобы потом это дело доработать. И это будет такая первая так работа. Я думаю, что он будет небольшой, небольшие сообщения от трех круглых столов. И второе, я бы хотел обратиться ко всем здесь присутствующим по поводу некой оценки проделанной нами работы. Что-то мы упустили, что-то неправильно сделали, где-то ошиблись. Вот эти ваши замечания будут полезны для организации нашей работы в дальнейшем. И вообще, ваша оценка, как вы видите работу нашего, существование нашего профессионального сообщества в рамках таких вот конференций и подобных мероприятий. Хорошо? Вот общая оценка. По желанию, кто выскажется, кто-то не выскажется, ради бога. Ну, вот такой суммарный итог подведем, где каждому дан будет микрофон и минута на реплику. Принимается порядок такой, да? Хорошо. Хорошо. Итак, начинаем. Давайте попробую начать я. Круглый стол номер один. Я хочу сказать, что у нас было шесть докладов. И к нашей теме, к нашему круглому столу относились еще два пленарных доклада. Это доклад Сергея Евгеньевича Кокина, который мы не обсуждали. Мы проработали вот два с половиной часа, получается, проработали плотно. И вот времени нам не хватило. Это мои организационные издержки. Но как-то мы смогли, тем не менее, выслушать доклады и даже минимально их обсудить. На мой взгляд, разговор состоялся. Вот для меня такой важный вывод. Разговор, в принципе, состоялся. Дальше хотелось бы, чтобы он был еще, конечно, более эффективным. По поводу выступления Сергея Евгеньевича Кокина. Мне кажется, это важная работа, которая ведет сегодня наша кафедра. Ведется этот семинар в течение двух лет. Хотелось бы, чтобы он реально принес нам пользу в выборе решений, практических решений, которые сегодня востребованы регионом нашим. А именно, вот я называл конкретно, совершенно конкретный пример, потому что на примере на этом мы можем дальше найти прецедент, создав, найти способ решения и других. Спасись, сам рядом с тобой пасутся тысячи. Пример, населенный пункт Бурмантова, по которому нам губернатор дал поручение. Если группа, которая работает в этом плане, даст нам методологию какой-то оценки, сравнение всех вариантов, дизель-генераты, такие, такие, сякие, газогенерация, комбинированные решения, возобновляемые источники, которые могут послужить неким оптимальным решением пилотного проекта и дальше на практике быть реализованным, это, мне кажется, будет очень правильно. Если нет, то кто же их будет сравнивать? Придут даже два-три предложения, а какое из них лучше, очень трудно оценить. Это, на мой взгляд, очень важно. Ждем этого от этой группы, и я думаю, что это мы отметим в проекте решения. Второе, я бы отметил выступление, которое не прозвучало. Сергей Леонидович Сысков, он так и не смог приехать из РЭКа, задержали его там сложности и проблемы. Тем не менее, я хотел бы отметить короткой репликой, почему важно мне было представить его сообщение и важно, чтобы мы его здесь обсудили и, во всяком случае, внесли с собой вот эту тему, тему поиск путей, создание условий для инвестирования в различные проекты распределенной энергетики, коммунальной энергетики, инновационные решения. Здесь, по-моему, есть статья на эту тему, вот в этом сборничке, и мы ее опубликуем в более расширенном, видимо, варианте, с учетом дополнений, поступивших здесь. Прошу, кстати, сдать ваши презентации, если вы их заранее не прислали. Суть заключается в том, чтобы бюджетные деньги направлять на прокрытие межтарифной разницы между тарифом, например, на тепло для потребителя и той ценой, при которой проект бы окупался. Ну вот, видимо, эта дискуссия еще впереди. Тем не менее, материалы это и есть. Хотелось бы видеть в этом реальный механизм, чтобы частный предприниматель, компании, сетевые, генерирующие другого рода компании пошли бы расчищать наши вот эти вот айфговые конюшни, накопившиеся проблем. Тем более, мы об этом здесь немало говорили. Вот это два. Третье. Мы доклад из этой секции выслушали тоже на пленарном заседании. Это доклад Александра Сергеевича Лепилина по поводу развития энергетики на совершенно новых технологиях. Правда, их уже тоже трудно называть новыми, но их нет у нас сегодня работающих. И производимыми промышленным образом – это технологии генерации электроэнергии на твердооксидных топливных элементах. Этот доклад вы все слышали. Там, наверное, на каждого он произвел впечатление. Вопрос, конечно, возникает здесь, как сделать так, чтобы эти вот такого рода проекты, наработки, многолетние и перспективные, интересные и важные стали реальностью. На мой взгляд, этот вопрос, на самом деле, по большому счету остается, но вот если есть желание этот вопрос обсуждать и решать, то тогда мы должны для себя отметить эту готовность, как-то отразить и понять, здесь есть люди, готовые обсуждать этот вопрос, как сделать так, чтобы это стало реальностью. Четвертое – выступление Руслана Сергеевича Курбан-Магометова «Уральский электрохимический завод». Это было первое наше выступление. Это была серьезная, солидная очень презентация, рассчитана на другой формат конференции. Я вынужден был прервать докладчика с тем, чтобы мы услышали остальных. Здесь я, понятно, что нарушил законы вежливости, но, тем не менее, жанр требует того, чтобы мы были лаконичными и чтобы мы допускали и вопросы, и дискуссии, и было что-то результатом этих дискуссий. Во всяком случае, я понимаю, что в «Уральском электромеханическом заводе» есть серьезные инженерные кадры, способные делать широкого профиля, широкого горизонта или перечня. А разработки разные, включающие систему управления различными, скажем, энергоустановками или энергосистемой, пусть это персональная или локальная какая-то энергосистема какого-то населенного пункта, изолированного. Это я услышал, это мне подтвердили. Пятое. Доклад Николая Петровича Хлучина. На мой взгляд, очень важный доклад. Николай Петрович ко мне пришел где-то около года назад, наверное, с тем, что и сказал здесь. У нас есть много плохих сетей, мы это все знаем. Есть много параметров, по которым можно писать, в чем качество этих плохих сетей и почему. Причины, почему мы сегодня имеем массу последствий от этих негативных. Сгорает энергооборудование, электрооборудование, насосное оборудование, бытовая техника. Почему и что с этим можно делать? Что с этим можно делать? На мой взгляд, это три предложения, которые выдвинул Николай Петрович. Они бесспорны, только они сами по себе недостаточны для решения. Это наладить исследование, наладить контроль, кого-то заставить что-то делать. А как заставить? Поэтому я понимаю, сейчас Николай Петрович формулирует предложение, которое и я одновременно с ним формулирую. Я бы сформулировал первое предложение от нашей секции такого рода. Создать, организовать, вот здесь сидящих, конечно, из тех, кто сам готов в этом принять участие, экспертную группу по формированию проблем, вот это развитие распределенной и распределительной энергетики и предложений в программу развития распределенной энергетики, поскольку такая программа уже заявлена нашим министром. Если такие люди найдутся, которым есть чего сказать, которым есть чего предложить, тогда они могут, собравшись в эту группу, дать свои предложения, видение проблем, видение предложений, видение организационных механизмов, финансовых механизмов и сообща, мы можем дать вполне толковые предложения. Примерно об этом был и ваш тезис, да? Вот я тогда его озвучил в черновике. Я думаю, что дальше мы будем это оформлять в чистовую и в конце поговорим, как это должно быть. Шестой доклад. Алексей Викторович доложил о передовых разработках в плане освоения волновой энергии. Доклад интересный, я его слушал не первый раз, и я понимаю, что это то, с чем Россия может выйти на мировой рынок. Конкретный пример, который создан людьми, вот здесь живущими буквально на Урале, в Первоуральске. Но возникает вопрос. При всей успешности, перспективности, интересности этой разработки, что мешает ее вот здесь вот масштабно промышленным образом серийно производить и выбрасывать на мировой рынок, как горячие пирожки, как айфоны шестые выбрасывают и весь мир их покупает в один день. Что мешает? Этот вопрос остается. Я понимаю, что это один из главных вопросов нашего разворота, может быть, сегодня политического, экономического, деятельственного разворота всей страны на импортозамещение, на то, чтобы как-то начать по-новому развивать, самим развивать свою экономику, свою энергетику, в том числе свою промышленность. Это просто, на мой взгляд, остается открытым, хотя я понимаю, что у Алексея Викторовича есть практический опыт, как это внедрять, как это можно делать, и не он один тут такой. Поэтому, на мой взгляд, здесь можно сделать вывод, что нужно объединение людей, которые заинтересованы и в получении этого опыта, опыта внедрения и в получении предложений, как сделать этот опыт не героическим, а вполне комфортным и доступным для широких масс инженеров, разработчиков, изобретателей, которые могут предложить. Вот мне принесли рукописную бумажку, говорят, а дальше я не знаю, что с ним делать. Возьми и прочитай, и берите, снова и выброси. Ну, жалко, да? Человек придется, он понимает, что дальше он не сможет. А что делать? Это плохо или хорошо? Он предлагает развивать сельскую энергетику, и я так понимаю, душу в это вложил, не зря сюда пришел. Эта общая тема остается. Седьмое. Доклад Владимира Михайловича Литюна, Институт математики и механики и уральское отделение Российской Академии Наук, о новой концепции организации оптового рынка электрической энергии. Как я понимаю, суть этого доклада. Доклад построен на том, что есть четкое понимание, что рынок, который сегодня существует, далек от совершенства. Более того, он работает так, что заинтересованы крупные бизнес, крупные компании, но при этом страдает от этого потребитель. Страдает от этого страна. Это совершенно неэффективно. Показаны просто масштабы цифр, как было буквально еще в 2003 году и как стало, когда мы перешли на эту модель этого рынка в 2006 году. Я не ожидал такой размах цифр, насколько мы и куда мы ушли. И не потому, что у нас техника, технология, оборудование неэффективны, а потому, что мы организационно построили не ту модель. Не ту модель, и с этим как-то надо бороться. И я получал два письма от Владимира Михайловича в министерство. Я не знал, что отвечать. Я написал письма, он мне сказал, вот мы направляли в министерство письма. Я направлял их к системному оператору, получал ответ, направлял ему, что если у вас что-то есть, предлагайте, пусть у вас покупают. Не работает это, и это не государственный подход. И я вынужден тоже это признать. Но мы сейчас с Владимиром Михайловичем договорились о том, что есть общее понимание, что двигаться дальше надо. Надо понимать, как двигаться. Эти предложения я озвучу в конце. Седьмое. Восьмое. Последний наш был доклад. Дмитрий Викторович Горностаев. Фонд «Энергия без границ». Я понимаю, что хорошо, что есть такие светлые сообщения, что есть люди, которые приехали на свою родину с энтузиазмом и готовы предложить варианты, такие коммерческие, на коммерческих условиях, на чистоту, все по правде, которые готовы поддержать ваши идеи за свои деньги, за свой интерес. Примерно так. И я считаю, это хорошая для нас новость. Надо только понимать тогда, каким образом мы можем соединить здесь разных участников нашей конференции, чтобы это было на пользу всем. Каждый не скрывает, что заинтересован в том, чтобы у него сохранился, его мечта была реализована или его интерес практически был реализован. Как это все соединить? Мне кажется, это очень хорошее дополнение, что вы сегодня с нами, и мы дальше можем продолжать эту работу сообща. И я в итоге еще хочу зачитать два предложения, которые здесь мне были предложены. Я их зачитаю, я понимаю, еще с автором я с одним уже переговорил, что это еще предварительное предложение, которое требует, конечно же, тоже доработки, доформулировки. Владимир Михайлович Литун. Предложение. На первом этапе создать условия для внедрения лицензионных ПТК на электростанциях Свердловской области. За этим понятно, что стоит целый его доклад, и это требует, понятно же, и он согласен с этим, дополнительного обсуждения, кто должен создать, за какие деньги, в какие сроки и так далее. За этим стоит целый разговор. Здесь все не скажешь. Поэтому о таком разговоре, о необходимости такого разговора мы с Владимиром Михайловичем договорились. Да, если мы встречаемся с каждым из докладчиков, заинтересованные лица на час, он говорит, лучше полтора, ну на полтора тогда, и вместе это обсуждаем, тогда в заинтересованной круге лиц, без тех, кому это неинтересно, тогда мы можем выйти на четкое оформленное понимание, что за этим предложением стоит, какая более завершенная, конечная формулировка предложения. Второе, то же самое. Создать интеллектуальную, мониторинговую систему, отражающую энергоэффективность работы электростанций и энергосистемы. Ну то же самое. Это предложение, с одной стороны, и понятно, а с другой стороны, требует и до обсуждения, и до работки с тем, чтобы с этим можно было что-то практически делать. А так, как бы непонятно, куда это. Следующее предложение Михаила Борисовича Петрова. Разработать организационно-экономический механизм, а для начала какую-то дорожную карту, по оценке и мобилизации производственно-коммерческих возможностей импортозамещающих предложений предприятий. Понятно на слух? Вот такое предложение. Мы сформулируем и обобщим все эти предложения в первом чтении, как они сейчас читаются, с тем, чтобы в дальнейшем мы сообща вместе с вами могли их доработать. Об этом я, наверное, скажу позже в самом конце. Сейчас передам слово представителям других круглых столов. Так, пожалуйста, кто? Амин Рамазанов. Пожалуйста. А, извините. И если я что-то упустил из работы нашего круглого стола, может быть, кто-то поднимет руку и меня дополнит, чтобы мы важные что-нибудь не упустили. Я мог и упустить, конечно. Пожалуйста. Микрофон, пожалуйста, возьмите. Вот, вот здесь. Я представлюсь. Предприятие «Уралгресс» это инженерный центр энергетики Урала Скобочкин Юрий Васильевич, начальная цеха. Значит, Алексей Васильевич, маленькое уточнение. У нас должен был сегодня высыпать докладчик по двум темам. К сожалению, он по важному вопросу был в Верхентагил. Там у них проводится лекционное обучение и там встреча с руководством. Поэтому эти доклады у нас не прошли. Шульман Владимирович. Он подошел. Да, я, конечно, ему выговоры сделал, но, к сожалению, это было очень неожиданно. И сегодня, конечно, это я только узнал сегодня. Поэтому просьба такая. Значит, доклады же мы вам, доклады выставили вам для рассмотрения. Может, все-таки же в рамках вот такого уточнения мы сможем ли дать, послушать здесь очень интересные доклады, какие-то краткие предложения тоже включить, чтобы было рассмотрено вами, кажется, экспертами, для того, чтобы все-таки реализовать два направления, которые там указали. Первое направление – это у нас особые условия замещения мазута с жиженым газом. И второе – это у нас то, что очень такое актуальное, это вопрос развития региональной энергетики на базе парогазовых и газотрубинных технологий. В принципе, очень актуальная тема, она очень важная, она реализуется. Вот особенно вторая, первая, конечно, она такая, в общем-то, более такая интересная, но она еще не реализована. А вот парогазовая технология, она, конечно, уже опыт есть, и можно в рамках смеси с вами какие-то объекты решать и реализовывать. Вот хотелось бы… Спасибо вам за дополнение. Но, во-первых, я тогда отвечу сейчас. Давайте все-таки вот сделаем так, чтобы ваши материалы и доклад не потерялись. Здесь у нас на сайте navigo.su вот этот сборник выложен. Мы его дополним, и ваши материалы, как минимум, будут доступны всем участникам сегодняшней конференции. И второе – давайте подумаем, но я говорю в итоге, наверное, я еще раз вернусь к этому, как сделать так, чтобы вот эти предложения были заслушаны, услышаны, обсуждены. Давайте попробуем подумать, как это сделать. Я позже к этому вернусь, сейчас передам слово тогда другим. Спасибо. У нас оформлена, в принципе, презентация. Игорь, сделаешь? Значит, в нашей секции поиск решений… Сложное название очень. Поиск путей решения задачи развития инженерного сообщества в энергетике. Изначально было заявлено три доклада, но при старте работы нашей секции мы сначала попытались разобраться вообще, о чем будем говорить. Петр Иванович Портоломей задал рамки и вопрос такой, о чем будем говорить, о какой энергетике. И сразу вот этот вопрос, и те доклады, которые прозвучали на общем пленарном заседании, породили дискуссию. В дискуссии участвовали практически все участники нашего круглого стола. И выступали, значит, как молодежь, которая присутствовала у нас, так и уже опытные участники, эксперты. И в итоге были выявлены следующие проблемы. Еще раз мы все вместе как бы обсудили следующие проблемы. Инженерное образование в энергетике отсутствует. Последний выпуск был в этом году, это мы уже слышали. Следующий момент, вот бакалавры, те, которые будут выпускаться по новой программе, они не инженеры и работодателям не очень интересны, с одной стороны. Но с другой стороны у нас обсуждалось такое мнение, что в существующих условиях, и при том, что дополнительных новых технологий каких-то не возникает, в принципе бакалавры способны обслуживать то оборудование, которое есть. Но инженеры и инженерное мышление, они должны решать, по-видимому, какие-то задачи другие, иные. И эти задачи мы определили следующим образом, что это то, как бы комплексный подход к решению сложных задач и задачи по повышению эффективности работы энергетики и нахождения узких мест в энергетике. Ну и вообще поиск таких инженерных решений, которые бы способны были двигать вперед технологию. Следующее. Это уже отмечалось, что программа подготовки инженерных кадров — это государственная проблема. А вот та уральская инженерная школа, которую мы идею услышали, но особо как бы с ней никто не знаком, и широким кругам она неизвестна, может быть. Тогда, наверное, предложение было бы в материалы конференции, если есть программа этой инженерной школы. Я так поняла, Алексей Евгеньевич, она же есть, да, программа этой инженерной школы. Наверное, бы стоило ее туда добавить тогда и всем посмотреть, ознакомиться. Может быть, тогда мы бы смогли к ней отнестись более подробно, потому что о ней, в общем-то, никто и не слышал. Но мы считаем все-таки, что нужна региональная политика подготовки кадров, которая в рамках этой уральской инженерной школы будет или где-то, значит, она еще будет. Но вот именно политика, упор делаю на это слово, это системный подход к региональной подготовке кадров, в том числе инженерных кадров. Это тоже проблема нами обсуждалась, и отсутствие этой программы и системного подхода нами было отмечено. Следующий момент, что работодатель получается как бы сейчас в отдалении от той сферы, которая готовит инженеров, то есть от вуза, от других субъектов, которые занимаются подготовкой кадров. С одной стороны, они ищут готовых специалистов, но как таковых готовить и, допустим, приглашать на производственную практику и заниматься производственной практикой новых людей, которые к ним приходят, они не готовы. И вот эта группа наша тоже отмечала. Следующий пункт — отсутствие экспертов в сообществе энергетиков. Правильно я понимаю, да? Да, да, ну вот, может быть, коллеги поснят что-то. Речь о чем шла, что если брать наши недавние прошлые, то, в принципе, мы могли найти экспертов по любым проблемам в отраслевых институтах. В принципе, это и сейчас осталось. Но в последнее время возникает проблема, что какие-то, скажем, найти действительно эксперта с именем, с определенной квалификацией, который может, допустим, подставить свое имя и подпись под каким-то заключением, которое требуется для компании, достаточно трудно стало. Ну, по ряду причин там. Соответственно, вот, скажем, отсутствие института таких экспертов или сообщества, да, вот мы выделили как некую, может быть, проблему, не проблему, но как вопрос. Спасибо. И вот, ну, этот вопрос, по-моему, что-то дважды, видимо, попал, как наболевшее сильно, что контакт производства и вуза сейчас разорван, и получается, что целевая подготовка, она исчезла с одной стороны. С другой стороны, выпускники не идут работать, то есть нет мотивации молодых людей в том, чтобы идти на производство. Это мы тоже обсуждали. И вот здесь еще хотелось бы отметить, мы в процессе обсуждения этих проблем обсуждали также вопрос, связанный именно с общественными организациями и тем, что они как бы вообще могут, не могут, и как из того, чтобы чисто декларативного, ну, как называемого, да, способа работы с проблемами, который сейчас присутствует при работе общественных организаций, все-таки, ну, приступить, так скажем, к реальному решению проблем, и каким образом это можно было сделать. Ну, вот ответ на этот вопрос и каким образом общественная организация могла бы стать каким-то мотиватором, допустим, работодателей, да, в поиске путей развития, поиски как бы подготовленных кадров, подготовки кадров, этот вопрос, он повис в воздухе, так скажем, да, потому что общественные организации как таковые, они у нас, ну, не знаю, там, и само это понятие, оно не несет в себе вот той ценностной нагрузки, то есть нет ценности общественной организации, общественного сообщества, которое могло бы заняться этим вопросом. Хотя на секции обсуждался вопрос, что мотивировать работодателей, мотивировать вузы, мотивировать государство могло бы, могла бы общественная организация, но какая вопрос? И вот следующий слайд, если можно. Мы предлагаем, значит, три пункта, которые могли бы войти в проект решения конференции. Следующие, значит, долго обсуждали, вот, в конце, получается, с конца, да, самого последнего пункта, что за такое вот какое-то сообщество, ассоциация, там, не знаю, совет какой-то, что все-таки создание его, мы считаем, что это могло бы решить проблемы, в том числе и вопросы кадровой политики, как бы для нас, для нашей секции самые актуальные. И вот родилась такая, ну, как бы формулировка, да, пока сырая, что при Министерстве энергетики создать ассоциацию экспертов, инженеров энергетиков. И в эту ассоциацию она должна, мы считаем, что она должна работать при поддержке трех уже действующих субъектов, при поддержке правительства, энергокомпаний и вузов. И вот эта ассоциация, она могла бы решать различные вопросы, там, вплоть, ну, начиная там от кадровой оригинальной политики, разрабатывать вот эту политику саму и дальше ее уже внедрять, да, вплоть до разработки каких-то критериев, оценки инженеров. То есть, возможно, мы обсуждали следующую схему, что в этой ассоциации могли бы быть как лицензированные участники, и они и сами, сама ассоциация, задавая критерии определенные, говорила, что да, вот этот инженер человек, а тот, кто не прошел аттестацию, да, так скажем, да, как-то, да, некоторые критерии, человек соответствует или не соответствует которым, и он мог бы иметь, ну, вес в энергетическом сообществе, и его можно было бы допускать там до вопросов развития, обсуждения энергобезопасности региона и развития энергетики. И вот это как бы первые два, они связаны. А еще одно предложение попробовали вот с Евгением Миршниченко, который присутствовал на нашей секции, да, обсудить следующую, следующий момент, да, так скажем, что то, что предлагал Петр Иванович Бартоломей, вот возможно ли в рамках того российского технологического общества и технодоктрины, то, что он объявлял, возможно ли рассмотреть и вообще как-то какое-то широкое общественное обсуждение, ну, организовать, да, так скажем, то, как платформу использовать. И, в принципе, мы вот такой вопрос обсудили, и Евгений поддержал, да, и говорит, да, конечно, возможно, и на уральском уровне, и, может быть, там, до уровня Государственной Думы, что вот двухступенчатая образовательная модель, о которой рассказывал Петр Иванович Бартоломей, широко обсудить уже в рамках российского технологического общества. Все, у нас все. Спасибо. Если есть дополнение, Алексеевна. Все, тогда спасибо. Еще раз, может, такую позитивную нотку внесу. Например, для фонда Сколково, еще упомяну, с которым мы хотим заключать соглашение, мы предложили в рамках электроэнергетики, теплоэлектроэнергетики, участие в экспертизе. То есть нам прислали анкеты, и те люди, специалисты энергетики, каждый, кто-то осушник, кто-то электрик, кто-то угольщик, кто-то турбинист, действующий в рамках деятельности, там, группы Интерау, в основном фонде «Энергия без границ», нам присылают соответствующие по направлению деятельности проекты на экспертизу из Сколково. То есть тут как бы это внешний инструмент, который пользуется организацией как Сколково, для понимания тех проектов, пройдут они в их программы или не пройдут, потому что, естественно, то же самое Сколково, это больше финансовый инструмент, там больше, наверное, экономистов, мало конкретных, допустим, в энергетике. То есть это проще обратиться во внешний рынок. Изначально от Сколково приходит анкета, которая заполняется и рассматривается, потому что у Сколково есть также экспертный совет, у них есть определенный регламент действия экспертного совета, там генерация случайных чисел. То есть приходит проект, и чтобы не было конфликта интересов, генератор случайных чисел определяет из этого количества, кто будет экспертировать. Но узкопрофессиональные технологии, которые прорывные, как стартапы или просто проект, который позиционируется, они требуют, естественно, и специалистов в этой отрасли. И вот в этом направлении они предложили использовать нас, то есть помощь в этом. Я знаю, что, допустим, если мы привлекаем какого-то эксперта, то есть эксперт должен подтвердить в Верлиек. Например, если мы обращаемся к генератору самородов, Верли Николаевичу, он пишет там в Абзасе, то есть что он доктор наук? Что у него есть такие, сколько-то публикаций. Он с последней экспертизы может показать выигранные дела, допустим, в арбитраже или в суде, которые страховые дела и так далее. То есть вот на самом деле это и является квалификацией эксперта. Все верно, да, потому что вот анкета, она и подразумевает, кто ты, что ты, какие у тебя регалии, где твой был и есть профессиональный опыт, достижения на профессиональном опыте, различные ученые степени, публикации различного плана, то есть премии. И вот на основании этого формируется и рассматривается. Или эксперт принимается? Спасибо, Андрей Игоревич. Мы услышали. Спасибо. Все, что касается по предложению решения, внесения в проект решения по созданию экспертного совета, но и экспертной группы. Это очень верное и очень дельное предложение. Я со своей стороны тоже вот как бы предложил ООО электробезопасности в качестве экспертов представлять сторону технической стороны, возникающую при решении арбитражных вопросов, что мы и делали уже, что мы конкретно техническими средствами, вопрос стороны энергоснабжающей организации, неважно, какая сторона, имея лицензию Ростехнадзор, ну, в смысле разрешение высоковольтной лаборатории и с разрешенными видами деятельности. На базе этого мы в своей, как бы, ну, в своей сфере деятельности мы представляли техническую экспертизу. И немаловажно вот по поводу кадров. Действительно, у нас сейчас такое положение, что приходит, вот я принимаю на работу, приходят специалисты, да, инженер, закончил то-то, то-то, бакалавр, там все остальное. Спрашиваешь техническим языком, что умеешь все остальное и чувствуешь, окроме вопроса, встречи, а сколько я буду получать, я в ответ ничего. И в итоге просто сплошное разочарование. Нет у нас на данный момент квалифицированных кадров. Спасибо. Пожалуйста. Предложение такое, что вот, насколько я понял, предлагается при определении экспертности использовать только формальные признаки. Мне кажется, это будет не совсем верно, потому что у нас сейчас формализация как раз очень на низком уровне находится, и формальные признаки не дадут полной картины представления. Я не говорю, что это формальный признак, конечно. Формальный признак. То есть нужно все-таки еще принципы, которые заложены в СРО, то есть общественное мнение, его каким-то образом тоже выяснять, чтобы это признаком каким-то тоже было оформлено. Ну, вопрос дискуссионный, но не сейчас, наверное. Я понимаю, что, например, я обращаюсь к врачу, он говорит, я вас только лечил, а мне хочется узнать, сколько он вылечил. Понятно, что первый признак, меня не сильно интересует, сколько он... Да, да, да. То есть это вопрос, который надо обсуждать, он не зря поднят, и я понял, что эти две реплики в поддержку первого пункта предложения в решении конференции. Да. Но с другой стороны, от эксперта... Тем не менее, это в поддержку первого пункта вот этого вот решения, да? Да. От эксперта что может зависеть? Если бы был экспертом Владимир Владимирович Путин, вес эксперта, да? От этого бы зависело. А если, значит, сама, так сказать, доктор, член-корреспондент, академик наук, той академии, которую разгоняют, ну и что? Ну это та же дискуссия. Я предлагаю ее не продолжать, я понимаю, что вы все заинтересованы, и это вопрос живой. Да. Ну эксперты страхования, по автострахованию все знают, что это такое. Я понимаю, по автострахованию все знают, по энергетике не все знают. Тем не менее, мы понимаем, о чем речь идет. Это все в поддержку того, что вот этот пункт попал в точку, да? Актуален. Спасибо группе. Дополнения прозвучали. Мы движемся к третьему круглому столу, к второму столу. Доктор Генневич, пожалуйста. У нас было четыре доклада. Значит, два такого проективного характера, касаемого развития систем жизнеобеспечения, градостроительства и вообще укоренения человека на земле. И два, в более таком техническом плане, это значит, была доложена уже действующая и совершенствующаяся система или коминформ о диспетчировании энергетеплопотребления, которую можно тоже, так сказать, развернуть на обеспечение вот этих вот проектов развития. Вот. А, Лиза, значит, да. Вот. Значит. Ну, ладно, это-то так. Нет, ну, топливные элементы сюда же. То есть, второй конкретный доклад, это значит, о топливных элементах, о том, что как бы продукт уже находится в высокой степени разработанности и речь идет только о его внедрении, то есть поиске, я не знаю, каких-то дополнительных поисков, значит, продвижения в каналах власти, поиска инвесторов и так далее, и так далее, и так далее. Но самое основное, мне кажется, это, конечно, вот идеи развития систем жизнеобеспечения. Вот градостроительный проект как бы будущего, который доложил Голубев, Ирина Анатольевич, очень интересный. Но он пока на как бы на уровне еще не до инженерной разработки. То есть, это просто проект архитектурно, такого экологичного типа. И альтернативный проект жилья, значит, то есть, предложил Симкин Сергей Викторович, то есть, это не жизнь не в городах, а непосредственно на земле в экологичном, экономичном, энергоэффективном доме. Вот. Проект, значит, 30 квадратных метров за 30 тысяч рублей уже, как бы сказать, тоже готов к внедрению. Этот проект уже реализуется, то есть, дома уже строятся, и, так сказать, речь идет о том, чтобы каким-то образом это дело продвигать в жизнь. Вот. Ну, речь зашла о, вот, Длина Анатольевича, надея, это, включение этих всех дел в комплексную программу социального развития Свердловской области. Я вот просто не в курсе, есть такая программа или нет. Вот. И в этом смысле, скажем, ну, вот почему такая гипотеза возникла, почему не идет широко, значит, в жизнь тот же самый ТОТЭ, поскольку, значит, как-то сочетать его с наличной системой энергопотребления пока, видимо, непонятно как, хотя, возможно, да, вот об этом говорил же Котин Сергей Евгеньевич, возможно, как бы вытяжным парашютом для таких альтернативных, значит, источников энергии, как ТОТЭ, вот послужили бы как раз вот эти масштабные проекты, их развитие, их продвижение, типа вот проекта «Теплый город», о котором докладывал Геннадий Анатольевич. Ну вот, то есть у нас как бы три типа, что ли, предложений, то есть это А? А, вот и заработало, да. Ну да, значит, вот организовать обеспечение широкого внедрения системы диспетчирования энергосистемы или коминформ на отечественной элементной базе, то есть это что касаемо в том числе темы импортозамещения. Создать пилотный проект для разработки внедрения проекта «Теплый город», включить его в список критических технологий приоритетных направлений социального развития. Вот, ну вот поиск частных инвесторов для уникальных проектов таких как ТТ, и создание комплексной программы проработка уже существующих проектов обозначив каждом плюсы и минусы суммирования положительных идей. Вот, ну все может быть так вот недостаточно конкретно, но вот так вот то, что мы наработали. Я немного добавлю, буквально несколько слов. Константин Федорович, я еще все доложил в основном, но вот есть еще кроме комплексных программ государственных, негосударственная программа, которая упоминалась на нашей секции, это негосударственная программа «Тысяча городов России», которую ведет Крупнов Юрий Васильевич. Значит, и вот предложение, вот эту идеологию «Теплого города», которую Геннадий Анатольевич доложил как-то довести до Крупнова и постараться включить в его программу, чтобы он по своим каналам изыскивал финансирование. Я также подумал, где проект «Соломенный дом» тоже можно туда включить, это тоже имеет отношение к... Вот, насчет «Соломенного дома», значит, я бы в кавычках написал «Соломенный дом», потому что это как бы вот Сергей Алексеевич высказал такое предложение с позиции экологичности, но если смотреть шире на эту проблему, то нужно продолжать поиск пожаробезопасных, прочных, долговечных, экологически чистых материалов и желательно недорогих, желательно недорогих. Значит, я это не... и солома это на любителя. Вот, кто хочет биологическую энергию от природы, он может сама нам пользоваться, там, торфом и так далее прессованным, то есть, но есть и другие материалы, в частности, вот, звучала тема диатомита, диатомитовые керамические изделия, которые к нам сейчас идут из Европы очень дорогие, из Китая дешевые и плохие. Значит, а у нас огромные залежи диатомита, значит, и мы не имеем своей технологии производства теплоизоляционных керамических материалов, значит, а надо бы иметь... это совпадает вот с видением Илья Викторовича, да, и, значит, может быть дополнением. Вот что касается таких материалов, как древесина, там, саман и другие местные материалы, то они вполне могут использоваться в сельской местности, где не до кирпича, не для керамики, где нужно иметь дешевый, теплый вариант, значит, достаточно долговечный. И вот, насколько я понял, уже с Красноуфимским районом эта тема обсуждалась о локализации этого проекта там, и вот должно быть некоторое разнообразие. Я бы вот просто дополнил наше предложение вот этим поиском экологически чистых теплоизоляционных материалов, значит, и применением в то же время дешевых и распространенных материалов там, где это возможно, сельская местность, садовые домики и так далее. Там никакой кирпич не нужен, там вот этот вариант вполне подойдет. Ну и последнее, последнее, что бы я хотел дополнить. Вот Геннадий Анатольевич неоднократно высказывался, вот слушая другие выступления, с предложением включить программу, там, комплексную программу развития. Значит, я посмеивался. Почему? Потому что много программ. Есть программа, комплексная программа социально-экономического развития Свердовской области. Она уже безнадежно устарела, сейчас разрабатывается новая, но и новая тоже будет плохая. У меня, мне вот больше нравится такая формулировка. На уровне российского, как бы, на российском федеральном уровне принято два типа программ. Это, как она называется, перспективные направления развития науки и техники и критические технологии Российской Федерации. вот с учетом локализации и условий нашей территории, нашего старопромышленного региона, надо иметь вот такой перечень критических технологий Свердловской области. Российская Федерация, она очень разнообразна, и там гораздо шире этот перечень. А здесь можно локализовать по тем темам, которые для нас особо значимы. Значит, и вот тогда эти предложения, они могут попасть, в том числе и топливные элементы, и другие вещи, по которым у нас большие заделы есть на территории. Вот, собственно, это я хотел добавить. Обсуждение было на секции очень живое, зал был заполнен полно, и все. Спасибо большое, Сергей Евгеньевич. Итак, мы выслушали сообщение. Практически ровно пять часов у нас по программе закончилась обязательная часть. Все-таки мне бы хотелось выслушать мнение тех, кто хотел бы поделиться своими впечатлениями, своими замечаниями, своими пожеланиями, предложениями по поводу события участниками которого, активные участники, которые были мы все здесь. Пожалуйста, микрофон передавайте, пожалуйста, друг другу, хорошо? Раз, раз. Я по поводу предыдущего доклада, там предложения были от последней группы, Константин Филиппович. Там в первом пункте была, скажем, безальтернативная трактовка, просто хотел бы сказать, что на конкурсной основе, потому что такие системы это не единственная система, и я бы сказал, что даже не лучшая система. больше никаких уточнили, просто на конкурсной основе. Да, совершенно верно. Значит, по поводу заканчивающегося мероприятия, то есть я, естественно, был и в прошлом году, и очень радостно, что мы наконец-то перешли на дискуссионную платформу. Больше ничего не можно не комментировать. В рамках еще раз инновации, энергоэффективности, энергосбережения, хотел бы предложить, опять же, использовать наш опыт сотрудничества, может быть, посредством через правительство Русской области, через Минэнерго, что мы активно сотрудничаем, и прилетают предложения о возможности участия молодежи, интераут, в различного вида совещаниях и форумах. И Верхняя Тагильская Агресс тоже представляет достаточно хорошую платформу для ряда действий, как и обучения, так и с целью познавания, наверное, отраслевой деятельности для молодого поколения. Но хотел бы в рамках инновационности, вот здесь мне понравилось, что формируются такие проекты, которые, наверное, направлены так хорошо вверх на будущее задел. Было предложение, учтите смарт-гриды и виртуальные электростанции. Это два таких момента будущей электроэнергетики. Это кому адресованы слова? Это вот я посмотрел по работе круглого стола номер три, то есть у меня сразу будущее электроэнергетики, то есть в голове сразу щелкает, это виртуальная электростанция, это объединение, особенно когда в такую виртуальную virtual power plants объединяются распределенные генерации, малая генерация в одну, то есть она может уже противостоять обычной генерации, если можно так сказать. И смарт-грид, то есть это достаточно такая интеллектуально умная система энергоснабжающая, которая собирает данные и в принципе зарубежные технологии, а в инновациях у нас на первом месте стоит Израиль, потом Финляндия, потом США, то есть они имеют место быть, они внедряются, реализуются, и в том числе я недавно был на ряде мероприятий Минэнерго Российской Федерации, вот израильтяне лоббировали продвижение своих технологий, естественно, импорт из-за рубежа, поэтому все-таки смарт-грид и виртуальная электростанция здесь мы готовы поделиться своим опытом. Виктор Ильич, спасибо вам за предложение, а какие у вас ощущения от конференции? Ощущения от конференции теплые, то, что я встретил очень много своих преподавателей, Аллу Алексеевну, то есть я просто никогда увидел всех и вижу, что нет Аллы Алексеевны, я очень удивился, но как всегда говорю, что я всегда останусь инженером, всегда для меня ОП это будет ОП, теплофак будет теплофаком, поэтому всегда я старался участвовать в различного рода конференциях, презентациях, и книжку выпустили на кафедре ТЭС, с удовольствием смотрю на свой родной город, удивляюсь, как-то даже вместо обеда постарался обойти вокруг, удивился, что нет дома музея радио, вот это вот, странно так, и в том, что по темпам строительства, по темпам развития Екатеринбурга и области все-таки достаточно впереди, очень хорошо, что на площадке правительственной, на площадке отраслевой Минэнерго происходит микс людей, кто занят производством технологий, генерацией идей, непосредственно бизнесовую структуру, которые готовы продать эти технологии, которые знают, кто их купит, за сколько купит, и непосредственно есть потребители. Наука, это тоже обязательная часть, без науки нельзя, без науки не будет бизнеса, это можно продать раз и все, и на этом бизнес лопнет. Вот вы очень хорошо так объединили это все, структурировали и как вот кубики Лего всех так соединили и пусть в дискуссии, но, как говорится, в дискуссии, в споре всегда рождается истина. Вот истина в том, что вы единственное такое, наверное, правительство, с кем удается так хорошо сотрудничать, общаться, но и достигать каких-то результатов, потому что у нас уже в принципе результаты есть. Можно много говорить, долго говорить, но все-таки самое важное это, чтобы что-то выстрелило. Вот если у нас родится с вами программа, экологическая программа по региону, будет вообще замечательно. Спасибо, Адмитрий Викторович. Ну и приглашаем, конечно, будем рады видеть, то есть мы будем постоянно приглашать правительство Северной области, потому что в Интерау проводятся научно-технические советы по ряду различных работ неокровских, как и полностью по завершенным, так и по этапам этих работ. И вот еще раз выражаю благодарность с ним энергетика. Это очень самое важное, что ко дню энергетика приурочили. То есть тепло и светло это все-таки одна из обязанностей энергетика. Будь то инновационная технология, будь то это обычный котел с дровами, но человек без света и тепла не может. Вот вам спасибо за это. Спасибо большое, Дмитрий Ильичич. А я просто понял для себя, что вы, во-первых, остаетесь надеждой на более плодотворное сотрудничество. Вы немножко недополучили от нас продвижение части программы. Мы тоже, у нас не случилось с вами почему-то взаимодействия по поводу нашего Уральского молодежного форума. Я думаю, у нас есть с чем поговорить, да, и все-таки, да, надежды, но у меня тоже такие же есть, что наше сотрудничество станет более плодотворным. Это хорошая нота. Спасибо. Алексеевна, вам, конечно, слово. Мне хотелось сказать о нашей секции, вот на нашем круглом столе, что мне понравилось. У нас была такая бурная, свободная дискуссия, в которой вырабатывались какие-то решения, и это очень хорошо, неформально проходящие, так сказать, совещания, там, с какими-то официозными докладами, и мне показалось, что это именно в таком плане нужно решать эти вопросы, тем более, что кадровые вопрос. Это вопрос, вообще говоря, номер один сегодня в нашей энергетике. И вот те предложения, которые здесь были высказаны, хотелось бы, чтобы они были реализованы, включая региональную программу подготовки кадров, нашу голубую мечту, да внешнюю, значит, которую мы здесь высказывали. И не забывайте, учебные центры дополнительного профессионального образования, которые в этом смысле очень много могут помочь дообразовывать тех самых, как говорят, недоучек, бакалавров. Все, спасибо. Алексеевна, он учился у нас, он подтверждает, что учил. Спасибо вам за оценку имена духа дискуссионности, это очень важно, и спасибо за то, что вы с нами. Геннадий Петрович хотел рассказать, пожалуйста. Для начала я хочу действительно поздравить вас с таким юбилеем всех энергетиков, как примкнувший к ним. Пожелать вам, чтобы действительно, как я уже говорил, среди вас все-таки или среди самых молодых родился Тесла, и чтобы он дал толчок новый к энергетике страны, но и в то же время, кроме, так сказать, вот чисто профессиональных энергетических вопросов эксибертизы в том числе, то есть вот то, что было сформулировано в результате вот этих трех столов, все-таки благодаря тому, что среди нас все-таки есть член правительства в Свердловской области, все-таки, несмотря ни на что, передать пожелания всему правительству шире рассматривать в том числе и энергетические вопросы, потому что не все элементы энергосбережения решаются только профессиональными мероприятиями и средствами, они решаются в том числе и градостроительными, ну и, конечно, применением различных материалов в том числе, понимаете, то есть я считаю, что вот как один из выводов должен быть таким, что нам надо чисто энергетические проблемы решать в совокупности, то есть в комплексных разработках, в комплексных программах вообще социального развития, ну, допустим, регионы или с стороны и так далее. Вот такое предложение. Спасибо, Евгений Анатольевич. Пожалуйста. Я считаю, по опыту и сравнению предыдущих конференций, которые проходили в прошедших годах, на сегодняшней конференции у нас, естественно, все было на высоте, особенно благодаря форме площадки дискуссии. Вот. И надеюсь, что нам этого зала уже будет мало в следующий раз. Вот. Вам лично, Алексей Евгеньевич, огромное спасибо, то, что именно вы так смогли организовать, что был просто-напросто у всех интерес. Интерес живой, здравый. И поэтому от лица присутствующих здесь я поздравляю еще раз от себя лично всех с Днем Энергетика. И по поводу этого случая я вот как бы всем присутствующим здесь в вашей организационной комиссии Алексей Евгеньевич, на ваш суд, если возможно, это можем включить здесь, эта песня о Екатеринбурге, ради чего мы здесь все собрались для обеспечения тепла, доброты и всего остального. Давайте включим. под занавес, может быть, когда все выскажем все. Пожалуйста, этот диск о Екатеринбурге, он, значит, визитную карточку будем считать нашего Екатерингуру, если сочтете нужным, дайте ему тоже помогать. Хорошо, а сейчас, наверное, еще несколько реплик. Есть у кого-то еще высказы? Ну, я бы хотел, чтобы вот как раз наши представители президиума высказались. на всех секциях не был, но вот с удовольствием послушал сейчас высказывания, оценки работы секции. Значит, темы, которые по программе были, они все достаточно интересны, и многие доклады хотелось бы послушать и по топливным элементам, и по другим темам, на которых не было возможности, но в целом ощущение от конференции такое, что несмотря на напряженность, участники конференции получили новую информацию, получили некоторое удовлетворение, хотя никаких вопросов, конечно, не решили. Вот как Александр Сергеевич сказал, если бы экспертом был Путин, то решение было бы принято. То есть нет лиц, принимающих решения. Они пришли, открыли конференцию и ушли. Поэтому все наши пожелания мы только можем рассчитывать на Алексея Евгеньевича, что он в какой-то мере доведет. Доведет до Министерства энергетики, руководства, до, может быть, других лиц, администраторов региональных, муниципальных. Вот это было бы хорошо. А иначе собрались, поговорили, пообсуждали, разошлись и все. Ну, может, новыми идеями только обогатились. Ну, и я поддерживаю то, о чем Алла Алексеевна сказала, что дополнительное образование инженерное, оно крайне важно, но этим могут заниматься в том числе и вузы. Есть такая форма дополнительного целевого образования в вузах. То есть вот 4 года подготовили за государственный счет, а дальше уже в интересах данного предприятия можно реализовать дополнительную программу с очень глубокой степенью детализации. То есть в каких-то направлениях это системы отраслевые, а в каких-то направлениях это и вузовские системы могут делать. И вот если промышленные предприятия не осознают, что они получают субпродукт недоученных специалистов и не поставят задачу перед вузами и не заплатят за это средства, они и так и будут получать все более и более низкий уровень. А если ты платишь деньги, хотя бы одну копейку, ты уже спросить можешь. Ты уже можешь спросить за тот продукт. Теперь на Украине вводится 9-летнее образование вместе с 11-летнего. Слышите, да? С целью экономии бюджетных средств. Обсуждается этот вопрос как в Европе по аналогии. Там где-то в каких-то странах тоже так же. Так вот, Бакалаврское это образование в России, оно введено с одной единственной целью. Снижение затрат и перекладывание этих затрат на родителей и на выгодополучателей. А выгодополучатели это промышленные предприятия. Не нравится уровень подготовки бакалавров, плати деньги, тебе сделают из него там магистр, кандидат и так далее. То есть изменение государственной политики в целом в сфере образования. И промышленные предприятия должны здесь подставить вузом плечо, не дать им умереть, растерять кадры, растерять материальную базу, потому что в противном случае, когда произойдет отрезвление, и оно произойдет, и об этом уже и вот это областная программа инженерной подготовки, и президент об этом говорит, по техническим специальностям обязательно государство должно и расходы на себя взять, потому что очень большая ответственность. Очень большая ответственность. Но вот чтобы за этот период времени, пока там они не созрели, вузы окончательно не состарились, значит, надо найти способ, чтобы крупные финансово-состоятельные компании вот такие заказы делали и вузам, и организациям дополнительного образования. Вот это я, пользуясь как бы служебным положением, дополняю так, как сам из системы образования. Спасибо. Я кратко. Честно говоря, это вот два таких основных момента у меня выделилось на конфессу. Ну, первое, это, да, дискуссионная площадка, а второе, это, конечно, содержательный. То есть, наконец, все-таки произошел какой-то прорыв от узкопрофессиональных рамок, потому что, ну как, энергетика ведь для чего-то, она для чего-то. Так вот, это для, оно первый раз все-таки появилось. То есть, это новые идеи, как бы, городов будущего, жилья будущего, причем, как бы, частично это уже может реализоваться. Ну, то есть, вот, автономное энергобеспечение, так сказать, экологичные, экономичные дома, это уже реальность, это уже реальность. То есть, это уже, так сказать, такие вещи, на которые можно работать. И вот, я надеюсь, что на следующий год появится и третий момент. Это все-таки разбор условий реализуемости вот инновационных проектов. Потому что, ну, тот же ТАТЭ, вот, Александр здесь сказал, что, да, значит, 65-68 год изобретения, потом доработали, то есть, уже в высокой степени технологической разработки он находится и в жизни не идет. Понимаете? Хотя, как бы, сказать, очевидно всем его, ну, как бы, перспективность и так далее. Вот, вот, как-то больше на этом сосредоточиться. Хотя, тем более, что в течение года, вот, работает семинар, да, но там, значит, вопрос включения, значит, формы распределенной энергетики в систему. А, кроме того, можно рассматривать и, так сказать, и локальные вот эти вот моменты, то есть, локальное автономное энергобеспечение. И, как бы, продвижка-то, чтобы была к практическому выходу, значит, к тому, все-таки, как искать заказчика, спонсора, инвестора и так далее, и так далее. Потому что все упирается сейчас в этом. То есть, такое вот у меня ощущение, что все это набухло, набрякло. И вот сейчас, если это вот момент реализации, момент заказчика, момент инвестирования, если его начать прорабатывать серьезно, то дело-то пойдет. Дело пойдет. И в этом смысле область может стать и флагманом, так сказать, поначалу пилотные какие-то проекты, потом так дальше. То есть, все это, все это реально. И то, что начали вот эти вещи, в принципе, обсуждать первый раз на этой конференции, это такой хороший очень знак. Спасибо. Константин Филиппович, правильно ли я вас понимаю, что вы говорите о том, что перед энергетикой не поставлены реальные цели? То есть, получается, что цели декларативные, реальных целей не поставлены? Дело в том, что все содержание для того, чтобы эти цели возникли, я очень сильно сомневаюсь, что цели ставятся властным образом в данном случае. То есть, нужно какое-то взаимодействие целевого. Нет, я же не говорю, что властным. Ну, цели пока еще они не возникли. То есть, поскольку не проработан механизм реализации, то в этом смысле цели-то они еще не возникли. Они остаются на недореализационном уровне. То есть, да, можно так сказать. Еще пару слов, если можно. Китайцы, будучи у нас, посмотрели и сказали, каким образом надо быстро сделать. То ты в производстве. Я говорю, ну, скорее всего, надо наше, чтобы первое лицо, пожалуй, ваше первое лицо, руки, и, значит, само вперед. Они говорят, а вы поможете нашему первому лицу убедить? Я говорю, если пригласить, я помогу. Так вот, там они пригласили, и я встречался с министром энергетики Китайской Народной Республики. На своем уровне в Российской Федерации я ни с министром не могу встретиться, ни... Региональным министром. Даже региональным. Не про федеральную речь, да? Нет, ну, на самом деле, от регионального, значит, министра, наверное, мало что зависит в государственном масштабе. Но даже с ним. Но даже с ним. Ну, вот сегодня он, его же не было. Вот, то есть, пытался я, значит, самовстретиться, ну, поскольку вот эта проблема, она, наверное, логична в последнее время, допустим, когда... Ну, коль это двойное применение, когда мы начинаем армию двигать, значит, сам, так сказать, нашу безопасность, это уже в прямом смысле безопасность, не электро, значит, сам, так сказать, пытался я с нужным человеком правительства, ничего не получается. То есть, в этом плане... Значит, сам, и кроется, значит, сам, что нам надо. Если в Китае предложили, значит, сам, мне оставайся, значит, вот тебе три типа коттеджей, какие, какой ты выбираешь для семьи. Вот тебе дом в Харбине, квартира, вот тебе квартира в Пекине, значит, и в технопарке, который построен будет под эту тематику, значит, сам, а мы, так сказать, реализуем вашу, значит, саму идею. Поэтому, значит, вот за рубеж, на острова, значит, сам, так сказать, людям целесообразнее ехать, чтобы их идея реализовалась. То есть, у нас как бы не создано вот той атмосферы, что ли, значит, сам, так сказать, внедрение, это старое слово, внедрение, значит, изобретение. И, на самом деле, даже те изобретения, которые мы делаем в Российской Федерации, на самом деле, они ведь, хотя они для бизнеса что-то, может быть, и имеют, но только для руководителя бизнеса. На самом деле, это получается то, что мы показываем, вот какие мы умные и креативное мышление у нас какое. Вот оно, новое техническое решение. Во всем мире смотрят на наши, значит, самые креативные разработки. При этом мы обязаны еще на английском языке дать, чтобы им было проще прочитать. И вот они читают. Александр Сергеевич, вы, наверное, хотели что-то про конференцию сказать, да? Вот про конференцию я хочу сказать, значит, самое, что нам надо, вот тот вопрос, который поставлен на нашей конференции, что нам надо сделать для того, чтобы внедрялось. Вот это надо, значит, сама, так сказать, более четко сформулировать, но боюсь… И понять, да? И понять, но боюсь я, что от нашего решения конференции мало что будет зависеть. Хотел сказать спасибо. Но вы понимаете… Ну, спасибо. Вот даже то, что, значит, сам, так сказать, человек из правительства Свердловской области организовывает вот эту, значит, конференцию, это не тривиальное, значит, само, так сказать, событие. Это именно событие, понимаете? То есть это выходящее, ну, из ряда, значит, само, так сказать. То есть у нас не принято, будем говорить, новые технические разработки внедрять. Не принято просто-напросто. Если посмотрим, ну, значит, я просто в тот это более, так сказать, компетентен, что ли. Если посмотрим, прототип создан был нашим Яблочковым инженером, но где? И в царское время, значит, само, так сказать, он не нашел тоже в своем отечестве поддержки. Во Францию, поехал во Францию, и там, значит, само, так сказать, проводил эксперименты и создал прототип. Корни наших проблем глубже. Корни, да. К сожалению. Спасибо. К сожалению, они глубже. Да. И желательно-то найти, каким образом вот эти корни, что ли разместить таким образом, чтобы они давали плоды, эти корни. Надо найти. Мина. Готово. Давайте я буду подводить итог. Вообще, я очень благодарен. Здесь сидят 24 человека. Зал на 180, по-моему, сидений. Был заполнен с утра до отказа почти. Я, честно говоря, даже не ожидал, что интерес у людей-то интерес есть. Люди пришли из профессионального интереса послушать, услышать, что-то высказать. И мне важно, что, на самом деле, мы участвуем в том, что нам самим нужно. Вот этот разговор, он востребован с сидящими здесь людьми, и это очень важно. Я хотел бы здесь отметить, как-то в своем отношении высказать по поводу часто повторяющегося такого рефрена. «Нас не слышат». Сергей Евгеньевич сказал. Ну, я это все вроде бы понимаю, но человек, который я считаю своим учителем, еще выдающимся человеком, сказал фразу, которая меня ударила, как обухом по голове. Он неожиданную для меня вещь сказал. Он говорит, проблема не в том, что вас не слышат, а в том, что когда вам скажут «говорите», вам нечего будет сказать. У меня такое ощущение, что наступают времена, когда нам, инженерам, скажут «говорите, что делать?» Ну, теперь все, мы уже сами не можем, теперь и вы что-то можете, импортозамещение. Вот если завтра нам скажут, нам будет чего сказать. У меня вот такая озабоченность, мне кажется, это тоже важный вопрос, чтобы инженерному сообществу было чего предложить. Я понимаю, что все это взаимосвязано и корнями очень глубоко уходит, тоже прекрасно понимаю, ну и согласен с этим. Но, тем не менее, тоже не надо забывать, что мы должны быть готовы предложить, сделать предложение. Конечно, то, что здесь прозвучало, это тоже предложение, но пока они как будто бы так сыроваты. Что я хочу в итоге сказать. У нас состоялась конференция, в том числе, я считаю, на хорошем вполне и организационном, и техническом уровне. С нами сидит группа, вот меня постоянно радует, эта студия «Рада», она называется так неспроста. Они сказали, что они, вчера мне, что мы готовы организовать интернет-трансляцию, а я оказался не готов. Тем не менее, были участники из интернета, которые смотрели из нас, даже из каких городов, но из Кирова мне вчера позвонили и сказали, что не могут приехать, к сожалению. Я говорю, ну, случайно, мне сказали полчаса назад, что будет трансляция, можете посмотреть. Они сказали, ой, как здорово, мы тогда будем вас смотреть. Это, ну, практически это упущенная возможность, она вот есть, она организована, может смотреть тысячи человек. Смотрела, там пять, по-моему, участвовала, вот таким образом, без диалога, но тем не менее, хотя бы так. Вот это есть, и это наше приобретение. В этом году я хотел его, как на тормозах спустить, не дали товарищи, спасибо вам. И я думаю, что мы можем продолжать на этом уровне обеспечивать вот такую аудиторию, гораздо более широкую, чем здесь сидящую, быть участниками нашей конференции. Второе, есть видеозаписи, и мы можем просмотреть любой из докладов, который пролучал в этом зале. Я понял, некоторые из докладов записывались в других секциях, то, что мы не успели услышать. Просто, Владимир Михайлович, в Ютубе это можно увидеть? В Ютубе это можно вот набрать и увидеть, так же, как вот сейчас, если вы наберете УМФ 2013 или УМФ 2014, недельный мозговой штурм нашей молодежи энергетической, любой пленум, в любой день, вы можете просто взять, посмотреть в хорошем, очень хорошем звуковом качестве, с презентациями, со всем. И вот сегодня мы обеспечены тем, что это не растаявшие в воздухе слова даже для нас, и не только для нас. Мы можем прийти домой, я не знаю, через какой временной такт, Владимир Михайлович. Это уже в Ютубе, то есть это уже выложено в интернете, то, что мы сегодня еще не договорили, а мы уже там, уже в записи. Можем посмотреть любое выступление более внимательно, я вас информирую об этом. Это вот качество этой конференции, мы можем вернуться и внимательно прослушать, и послать товарищу, который не смог прийти, он тоже послушает, и увидеть эти материалы, может быть, каким-то образом может к ним еще и отнестись. А именно, конечно, хорошо, чтобы были отзывы. У нас есть сайт navigo.su, это просто группа энтузиастов, которые в том числе сидят здесь, среди вас, которые организовали это все, не министерство организовало. У министерства просто ресурсов таких нет, организационных, и столько энтузиазма, чтобы после работы еще что-то организовывать. Сложно это просто организовать, поскольку сам работаю в министерстве, я надеюсь, не на министерство, в первую очередь, а на людей, которые говорят, мы это будем делать. И тогда это делается. А само министерство, еще одна моя сноска, я несколько раз слышал тут и видел формулировки, организовать при поддержке министерства и включить в программу. Это вроде бы правильные слова, но у меня есть такое предостережение самому себе. Когда мы говорим создать при поддержке, это значит, опираясь на чью-то поддержку, на костыли, это говорит о нашей неполной состоятельности. Когда мы говорим, мы захотели, и мы организуем банкет, турслет, что-нибудь еще, и ни у кого не будем ничего спрашивать, это говорит о том, что люди состоятельны, чего бы они не организовывали. Хорошо было, чтобы мы, профессиональное сообщество, были состоятельны, чтобы сами мы говорили, вот наша позиция, вот наше мнение, вот надо как организовать оптовый рынок, или диагностику распредсетей, или что-то еще. Вот так мы считаем, надо делать. И мы ни у кого не спрашиваем советы, мы сами готовы дать совет, предложение, и готовы это сделать. Вот это было бы здорово. А мне кажется, что мы вообще-то здесь подаем признаки, что здесь сидят состоятельные люди, им есть чего сказать, есть чего предложить. Вот это главное. Хотя вот формальная поддержка, да, какая-то поддержка министерства, правительства, она должна быть, и она, я думаю, будет. Когда нам будет чего сказать, будет что сделать. И еще один итог. Сборник материалов. Вот я уже говорил, я думаю, что мы это дело тоже общественное, на общественных началах. Дополним и вот эту книжечку, которую тоже разработали энтузиасты, как формат наполним теми докладами, которые сюда не вошли. На сайте navigo.su этот сборник уже выложен. Наверное, вторую редакцию стоит сделать, чтобы каждый из вас имел его возможность в электронном виде. Да, наверное, и распечатаем в следующий раз конференцию, чтобы можно было раздать достойные, интересные материалы, в том числе, которые не прозвучали здесь. И даже это интересно. Этот тоже момент я хотел бы оформить, отметить вернее. Следующее, может быть, стоит, если вы хотите, организовать какой-то там форум, сбор материалов, сбор отзывов просто на том же сайте, либо по какой-то электронной почте, которая будет там указана, либо форум, как это сейчас делается. Предложение, которое у вас созреет, а не успели, забыли, не смогли высказать. Эту возможность мы можем просто сами организовать, ничего такого трудного тут нет. И тогда мы увидим друг друга, кому еще тут что-то надо, кто что-то недовысказал. Еще один момент, который существует, на мой взгляд, как возможность. Мы выслушали несколько очень интересных докладов. И вообще все доклады были интересны, некоторые были очень интересны. И понятно, что рамки временные, они не позволяют ли этому докладу и развернуться в полной мере, и дискуссии развернуться в полной мере. Было много желающих выступить. Что же с этим делать? Ведь формат конференции, конечно, мы стремились все-таки сделать дискуссионным. Что-то получается, но это все равно есть некоторая недовольтворенность. Есть у нас задумка, у меня, у моих товарищей и коллег, организовать, и мы уже пытались сделать, некий экспертный клуб. Где, скажем, Владимир Михайлович Летун, я ему об этом сказал, где вы могли бы выступить в течение часа. Он говорит, полтора, полтора, давайте полтора, да? Вот давайте организуем, если вам интересно какие-то доклады, или вы хотели бы выслушать кого-то, или вы хотели бы выступить, чтобы получить аудиторию, вот это вот экспертное сообщество может организовать такую встречу, вот очно, например, здесь, да, по заказу. Я не знаю, когда это будет, через месяц, через два, через неделю. Это стоит денег, чьих-то усилий. Есть более простой способ, который уже реально работает сегодня. Вот просто я уже сейчас живу часть таким образом. Это интернет-конференции. Мы можем в любой доклад, который здесь прозвучал, в полной мере собравшись в интернете, заслушать, увидев изображение автора, его презентацию. И, ну знаете, скайп все знают. Есть программы более серьезные, более эффективные, чем скайп, с большими возможностями. Называется вот у нас программа Big Blue Button. Многие знают вебинар. Мы можем это предложение реализовать, вот мое предложение, если оно кому-то здесь интересно. Это интересно? Мы можем тогда такое объявление повесить и попробовать. Шлите, кстати, заявки, что конкретно, кого конкретно вы хотели бы услышать, или вы хотели бы выступить. Следующий момент, и последний, наверное, это проект решения конференции. Мы его оформим. Но кто мы? Я и там два-три товарища моих? Или мы все? Я думаю, что лучше сделать это нам всем. Это сделается достаточно легко. У нас состоится такой оргкомитет, он может открытым. Он у нас сейчас проходит, времени мало на разъезды, на пробки. Мы собираемся просто в интернете так же. Дома вечерком в воскресенье в восемь вечера сели, включили компьютер, час поговорили. И в это время одновременно формируется документ. Называется этот формат Google Docs. Там мы выложим проект этого документа, и там же будем обсуждать формулировки. Я думаю, что это будет в воскресенье в восемь вечера ближайшее. Мы соберемся. Желающие могут к этому присоединиться, а на сайте будет объявление. И каждую формулировку мы пообсуждаем. И тогда, соответственно, у нас будет законченный документ, который можно править. Вот в течение этого часа, с восьми до девяти вечера воскресенья, а можно к этому файлу обращаться персонально в любое время и править его, ну, как в режиме типа Википедии, похожем на это. Технические требования, там наши отечественники тоже выложат. Они там нехитрые. Что там надо? Adobe Flash Player, по-моему, иметь, и все работать будет. Да, и так вот это вот последнее предложение мое, чтобы ничто не было забыто, даже то, что сегодня забыли высказать, это может попасть в проект решения конференции, который мы вместе с вами обсудим. Приглашаю всех в воскресенье в восемь вечера в интернет. Если такой возможности не будет, кто-то уедет, а из Москвы-то легко. Это будет в шесть вечера просто. Просто по другой причине не может придать участие. Я говорю, можно получить ссылку и прислать либо комментарий, либо свою редакцию, как-то пометьте ее цветом, пожалуйста, оффлайн в любое время, пока мы доведем это там до публикации. Таким образом мы можем просто эффективнее друг к другу взаимодействовать и лучше готовить и следующую конференцию. Пока сейчас как-то всякие трудности помешали нам, может быть, более правильно что-то организовать, с помощью ваших предложений, и вашей активности, мы выстроим следующий шаг более интересным. То есть будет заведен Google Docs документ, значит, в рассылочке адрес будет этого документа. И туда можно зайти, можно написать прямо так. Можно комментарии оставить, если кто-то уже что-то написал, можно тут же комментарии на полях. Ну и еще я вам хочу всем пожелать здоровья, здоровья, бодрости духа, чтобы в следующий раз мы были еще более энергичны и более креативны. Спасибо всем, всех с праздником выступающих. Легкая статистика и песня. Статистика в том, что в прошлый раз в конце конференции численность была практически такая же. Слушаем стоя. А там динамики-то есть? Микрофон приложить надо, да? Приложи микрофон. Андрей. И как рассвет царю встречает, гостей встречает город наш, Екатеринбург, Екатеринбург, Любимый город На реке и сеть Екатеринбург Екатеринбург Тебя мы любим О тебе мы будем петь Твои гиганты заводские Химаши, Висы, Уралмаш Проспекты, улицы родные Все это город, город наш Столица горного Урала Шагаешь вахтой трудовой Здесь наша юность расцветала Здесь постричались мы судьбой На место храмы твои встали И новый тот, что на крови Не ведали, что совершали И Бог за это нас прости Божур, ты генин и демидов Прости, первый президент Гордиться будешь вечно ими И через сто и двести лет В Европу, Азию нас первый Встречаешь гордо на пути Твоим мы именем гордимся С тобой по жизни нам идти Екатеринбург Красивый город На реке Екатеринбург На реке Есеть Екатеринбург Екатеринбург Тебя мы любим А тебе мы будем петь Красивый город С простой уральской душой Пусть будешь вечно молод Мы зачарованы тобой И пусть стоит земля в такище Гордиться тем, каким ты стал А слава вдаль твоя помчится И за леса, и за Урал Екатеринбург 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 Красивый город На реке Есеть Екатеринбург Екатеринбург Тебя мы любим А тебе мы будем петь Тебя мы любим А тебе мы будем петь С праздником всех! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ